Всем привет! Сегодня расскажу о надвигающейся проблеме, это весенние клещи. Иногда спрашивают о нюансах содержания собаки в квартире, и вот сегодня самые главные нюансы, самые опасные, это клещи, которые собака приносит клещи, клещи, которые собака приносит домой. Сразу же уточню, собака живет в квартире Дратхар 3,3 года, и в квартире же маленький ребенок 2 года 10 месяцев. То есть, первые выходы с собакой в поле практически совпали с моментами, когда ребенок начинал ползать и делать первые шаги. И так как Дратхара обобрать, в принципе, от всех клещей дел очень непросто и практически невозможно, шерсть густая, места, где может он спрятаться много, еще и даже когда выбираешь, кажется, что он перебегает по собаке, сначала в хвост, потом в голову и обратно. Вроде там смотрел, а в итоге уже опять на просмотренном месте находишь клеща. В общем, осмотр делать очень тяжело. Упомяну, что именно в Дратхар, краткошерстные собаки, там другие, не знаю, как их оббирать, не оббирал ни разу, но все, у кого плотный волосяной покров, там сеттеры, Дратхары и другие, это реальная проблема вычесывания и причесывания, выбирания и прочее, прочее. И, в общем, я выработал для себя определенные алгоритмы, о которых хочу вам рассказать. Не претендую на истину, то, что это мой подход, так скажем, мое мнение, если люди там готовы лишнего кормить собаками, бровекто и прочим, прочим, спреем, еще и ошейник, еще сверху капли, то ради бога, я от этого всего отказался, сейчас расскажу, чем именно я пользуюсь и как. То есть, единственное, что еще хотел добавить, то, что если люди держат собаку в вольере, то бровекто их не панацея дали и забыли. Собаку с поля провели, оставили в вольере, она там очистилась, оттряхнулась, клеща, она не умер, сдох и все, все рады, все счастливы, все охотятся и никаких проблем нет. Но если когда собака живет в квартире, тут уже комплекс ответственности возрастает, тем более, если в доме маленький ребенок. Итак, что добавить еще? В конце видео покажу, сколько за год, весну, осень, собака принесла домой клещей. В штуках, грубо говоря. Количество внушающее, это только то, что найдено было в доме. Не говоря уже про то, что было найдено в поле и оставлено там же, раздавлено, ну и по пути, в дороге домой. Итак, что нужно знать, то есть, если щенок, то нужно давать обязательно бровекту. Потому что если маленького щенка укусит больной клещ, он заболеет, то это очень сильно скажется на развитии собаки, что будет очень плохо. Так что тут скуперзенича не стоит, а нужно давать бровекту и прочее, там симпарику и еще там что есть, все вот такие вот таблетки. Ну и комплекс там спрей, может быть даже и капли и ошейники. Скажу сразу про капли и ошейники, это не моя тема. То есть, я собаку выгуливаю, это пойма реки, там есть и болото, озерцо и река. И то есть, если это просто выгул, то это не просто выгул, даже при постоянной прогулке мы с собакой чем-то занимаемся. То есть, либо подача, либо это из каких-то кустов, это поиск, плавание, опор с воды. Просто плавание из-за физического развития, жара, и собаке хочется в лужу залезть. И то, что вот эти вот все ошейники, которые бешеных денег там 2000 стоят, я даже не помню, там пару месяцев действия. Но я так посчитал, да и даже ветеринар, кому вожу собаку, говорит, ошейник это просто трата денег, как и в принципе и капли. И капли я не допускаю по той причине, потому что там как бы по инструкции пишется, что нельзя мыть собаку 3 дня, а потом как бы можно и купание. Но я собаку мою каждый день, зависимся от загрязнения. Если мы просто прогулялись быстренько по собачьим делам, то это просто лапу сполоснуть. А если мы пошли и погуляли рядом с домом, там в пойме реки, походили по тропинкам, по полянкам, то собаке как минимум выше груди, на уровне груди все грязно, ее нужно мыть. То эти капли просто... Это просто трата денег. Я два раза использовал и два раза снимал присосавшись клеща, что посчитал, что это ни о чем, это недейственно. А, например, давать все вместе, тоже как бы бровекта внутри, она в крови циркулирует, а снаружи капли, ошейник, потому что тут недавно был срач в чате легошатников, и там люди сразу же и бровекту, и чуть капли, обязательно ошейник там, форест, что ли, что-то типа, он очень сильно помогает. Не пробовал, не знаю, но точно нет, ошейник это не для меня, и просто выкинутые деньги. Даже я бровекта перестал пользоваться в прошлый год, и сейчас объясню почему. Бровект, конечно, всем хороша, но это у нее такой минус для меня, так как собака живет в квартире, это когда собаку домой приводишь, начинаешь ее, так скажем, вычесывать, оббирать уже полностью, так скажем, финишную обработку собаки, чтобы выбрать всех клещей, помыть ее хорошенько, и уже покормить и пустить ее на свою посетилку, то как не выбирай, не оббирай Драдхара, все равно какого-нибудь клеща да пропустишь. И этот клещ, который чувствует или, так скажем, понимает, что от собаки все равно таким веществом флюоролайнер пахнет, мне так кажется, потому что они с собаки начинают валить шустрым образом, а еще если ты оставил по неосмотрительности этого клеща, он начинает собаку, чувствует собаку, похоже, что там кто-то шуродит, он начинает его вычесывать, он лапами туда-сюда мотает, ушами, башкой трясет, чешется, вычась вот где-то в районе с подухой шеи, и он пук, и вылетает на пол, и по полу он так резво бежит. И то есть, когда дома бегает маленький ребенок, и уже так достаточно страшновато становится, и за всем, и за тем, и за этим уследить достаточно тяжело, и чтобы все это дело компенсировать, приходится использовать еще в комплексе спрей. То есть, броверку в принципе нужно использовать в комплексе, на начальных этапах, да, если это с щенячества идет в собаке. То есть, я использовал броверку, у нее всегда заряжено в крови, снаружи это спрей типа Барс, пробовал Больфа, вот, и тот, и тот действует в принципе, и тут эффект какой? То есть, броверку я подавал до полутора лет, это год, даже чуть больше, там год и 10, наверное, год и 8, то есть, осень закончилась, и собаке уже было дело к двум годам, и клещи как бы пропали, уже сезон клеща закончился. И все, прошлый год я не давал. Но использовал всегда с этим, со спреем. То есть, опрыскиваю, собаку перед выходом в поле опрыскал, запустил, пока она от нее все равно пахнет, клещ садится, его в это время, пока он пахнет, и на шерсти это вещество имеется, если должным образом опрыскивать собаку, как положено, чтобы влажная шерсть была, то клещ нанюхался этого спрея, его как бы торкнуло, у него нервная система парализовалась, и все, он уже как бы не такой живчик, не так сильно он бегает. То есть, собака пока бегает, пока лазит там по болотам, по полям, по лесам, то есть, все, мы поработали, ворачиваемся к машине, пока мы идем уже, как правило, обратная дорога, это уже такое поле спокойное, собака за это время, если она купалась, она просыхает, у меня с собой, как всегда, спрей, она, вижу, что она подсохла, то есть, влаги сильно нет на собаке, я еще раз немного перед машиной вычистил обязательно, чтобы она не лизала себя, когда она была опрысканной, то есть, убрал себе репьи колючки, вычистил, опрыскал спрей, мы только потом сели в машину, поехали, чтобы собака как можно меньше себя вылизывала, чтобы вот этот весь барс не попал как бы в организм, потому что и сама бровекта, она отдаёт определённую нагрузку на организм, и спрей снаружи тоже, то есть, все вот эти вот противоклещёвые средства, это не очень, очень такие небезобидные вещества, которые тоже имеют свои побочные эффекты, и чем их меньше будет, тем лучше для здоровья собаки. Но потом уже понимаю, что я даю бровекту, они с неё бегают, как угорелы по квартире, то есть, собака пришла домой, а её помыл, вычистил, помыл, обобрал, всё, он покормил, она, как правило, ложится спать на своё место, и с этого места побежали клещи по всем углам квартиры, причём так шустро, я никогда не думал, что они так быстро бегают. Они разбегаются по квартире, причём такие достаточно живые, что пару раз было такое, что на меня через 12 часов, после того, как мы пришли с собаки, то ещё был вечер, а уже ближе к обеду, я на себе обнаружил присосавшийся клеща, и как он ко мне попал, я так и не знаю, потому что он ещё краешком, хоботком зацепился за меня, полностью питься не успел, но присосался. И это было только под действием бровекты, так что когда я ещё, как бы, не особо-то не понимал, что это всё нужно в комплексе использовать. Или, может, даже бы я опрыскивал собаку, точно уже не помню, но не помню, что какое количество, может, было. Не додал я этому спрею, чтобы подействовал должным образом. И получилось так, что один раз собака приходит, они с неё разбегают, она поспала, тряхнулась, они с неё ещё живые спали. И так, тут бежит маленький ребёнок, а чё это валяется, и всё, у всех глаза вот такие, страх и боязнь и прочее, с этим делом, так скажем, не пойдёт. Я начал использовать больше спрей. И получилось так, что бровект просто отошла на второй план, и получилось так, я просто перерасходую эти деньги, я могу на эти деньги, там, грубо говоря, на полторы тысячи купить этого спрея, и просто пользоваться спреем с тщательным осмотром. Потому что ничего лучшего не даёт, это как тщательный осмотр, вычёсывание, оббирание. Я говорю сейчас про Драдхары, потому что других краткошёрстных, точно не знаю, как они отбираются. Драдхары выбираются тяжело, и все вот эти длинношёрстные собаки. И выработал теперь такую систему для себя. Приезжаем в поле, опрыскиваем собаку перед выходом, против ветра, всё как положено, чтобы это в дыхательный орган не попадало, до влажной шерсти, всё, мы вышли, поработали, всё, собака идёт назад, как я уже говорил, подсохло, вычислили, обработали, всё. Пока мы едем домой, получается так, что клещ, который в самом начале выхода попал, он уже как бы тоже его парализовало, а тот, который уже на выходе, и, так скажем, вещество там от воды, может быть, как-то смылось с шерсти, и не должным образом не подействует. Я ещё чуть-чуть добавил, пришёл, пришёл как бы клещ, его опять бы торкнуло, и пока мы едем к маршру, это с места охоты или натаски до дома, то что-то как минимум полчаса, то вот это вот время хватает, чтобы воздействовать на клеща, и чтобы он его контузило, и он был не такой активный. Приезжаю уже домой, ещё раз тщательный осмотр, вычёсывание, выбирание всех этих клещей, и всё. Я мою собаку полностью, то есть, грубо говоря, я это вещество смываю. По той причине, потому что, как бы, вещество от клеща не вредное, и, как бы, чем меньше его будет на собаке, чем лучше это для собаки. Я его, как бы, смываю. Каждый раз, когда я выхожу в места, где возможен риск встречи с клещом, то я опрыскаю собаку плотно. Если собака не сильно купалась, не испачкалась в болоте, от неё не пахнет тиной, но я её опрыскал, я её полностью не мою, то есть, если она только лапы замарала. То есть, она уже некоторое время, на ней действует баз, в должном, да, там, в нормальной дозации. И то есть, когда я не так, это, не купал собаку, или не так сильно её выводил в места, где много клещей, то, в принципе, раз опрыскал на несколько выходов, и этого достаточно. Но если собака конкретно поплавала, испокупалась, там, как вот я натаскиваю собаку весной в местах выпаса скота, там клещей много, и птицы тоже в достатке, потому что там есть, что их поковырять. Там и бикассы, и дупель, и перепел, и вальшнеп весной даже работали с собачкой. Вот. То есть, всё это, конечно, хорошо, но тут люди узнал, что избегать таких мест, и как бы с охотничьей собакой это как бы немного неправильно. То есть, там места, где должна быть птица, люди туда как бы игнорируют идти. Тут недавно в легошачьем чате с такой штукой столкнулся. По мне, это неприемлемо, то есть, нужно работать там, где есть птица с собакой. И вот. И я теперь и борове, кто прошлый сезон не давал, а использовал полный осмотр, такой плотный, занимающий полтора-два часа всё это дело на вычёсывание, осмотре и помывке вместе. И из таких вот мест с выпасов домой приносишь клещей это 10, 20, 30, 40, 50, 60 штук. Это как нифиг-нафиг. Из всех клещей, которые собака себе скидывала дома, я их складывал в баночку и копил весь сезон. Это весна-осень. От момента начала выхода клещей и до момента захода клещей в спячку. Количество получилось немаленькое, даже немного, как бы, это глупенькое занятие получилось, но ради интереса и вам показать, сколько в квартиру притащит охотничья собака клещей, мне кажется, интересно. Вот, в общем-то, такой вот алгоритм я выработал. И что больше мне всего нравится вот в этом использовании спрея и осмотра, то, что собаку привел, помыл, обобрал, покормил, она легла спать, даже если на ней клещ остался, она ложится на свое место и после каждой охоты или натаски собака как минимум пару часов спит от усталости. Она ложится на свое место, засыпает, спит пару часов и клещ в это время на ней погибает. погибает, либо после спрея не бежит, а погибает именно на ней. Она встает в своей подстилке, потянется, отряхнется, они с нее раз спали, подошел, собрал 2-3-4 штуки. Она, допустим, здесь поспала, может перелечь там на другое место к порогу. Там поспала, встала, отряхнулась и они упали. Они не бегут с нее. И нет такого, что бежит клещ, бежит ребенок, а у того любопытство, а тут еще он столкнул собаку, он хочет и того, что собака пришла, у нее давно не видел ребенка, хочет собаку за уши покрутить. Тут с нее клещ свалился, не зная, кого убирать, не зная, кого держать. Один орет, третий отдыхать хочет, жена тоже в панике. И в итоге это ничего хорошего нет, только одни, одни сплошные нервы только. А вот этот вот вариант, что когда даже собаку привел, помыл, даже, например, в какой-то определенной комнате, где у нее место, закрыть ее, она там спит, ее никто не трогает. Как правило, я прихожу, либо это поздно вечером, и собаку можно закрыть, например, там, в прихожей, она там будет спать, и клещ с нее спадет, и будет сухой уже, не бегающий. А другое дело, что это, когда все дома бегают, и она, ее постоянно кошмарит маленький ребенок, и они с нее, собака бежит, а с нее валятся клещи живые, и это клещи, клещи. И может на ребенка попасть, а если укусит клещ ребенка, это вообще необратимыми последствиями грозить может. В общем, вот такой вот вариант. Про капли, ошейники сразу нет, я уже повторюсь, потому что с этими каплями я снимал с собаки. У меня собака в любой подходящий, точнее, в любой ситуации, если здесь искупаться, она обязательно искупается, я ей разрешаю, я ее специально купаю, потому что в обычной даже прогулке мы как никакую натаску производим, и подачи, и опорты, и плавание, и нагрузка, и все и прочее, прочее. Рядом с рекой гуляем, все вот этих вот домашних собачек водят по полянкам, купаться их не пускают, я свою собаку пускаю, они там с открытым ротом смотрят, как собака плавает, свою собаку не пускают, кто плавает, не умеет, то испачкается, мыть неохот, и прочее, прочее, водят, короче, собак, вот с такими вот дорогущими ошейниками от клещей, по тропинкам, и уверяют, что они работают, да не знаю, я сомневаюсь, что они работают. В комплексе, ну, по мне, это не рациональный растрат средств, просто если дать бровек, то дать ей капли, дать ей ошейник, за который не очень дешево, дать ей еще и спрей, да, куча, что когда вообще уже боишься ее, достаточно просто ее хорошенечко опрыскать, где в местах, где есть риски, а потом прийти и осмотреть ее, а если это была активная прогулка, дать ей отдохнуть, и потом просто собрать этих сдохлых клещей, даже если не совсем плотно осмотрена собака. И вот это вот самая безопасная тактика получилась. Ну, а сейчас я сейчас покажу, сколько клещей принесла собака. Респект всем, кто дожил до концовки нашей передачи. Кратко, сестра таланта, это не про меня, так что после моего такого долгого спича начинаем к самую интересную часть. Вот сколько клещей принесла собака домой. Вот такое вот количество. Тут штук 300 минимум. Считать даже не буду. Вот волосы даже, которые в процессе вычищения собаки не успеваешь убирать, чтобы он не убежал. Они бегают очень шустро, вот сухие отдельно. Короче, количество устрашающее, я бы так сказал. Это весна и осень сезона 2020. Никакой коронавирус не помешал нашей весенней натаске. Мы работали плотно, как положено, настолько, сколько мы могли. Это всё, что домой принесла, всё, что только дома. Всё, что было найдено в поле, осталось в поле. Такая вот золотая поговорка. Клещей бояться, в поле не ходить. Так что, если вы из-за панических боитесь, то, наверное, вам вообще не стоит заводить собаку. И не готовы вы со всем этим делом бороться. Ещё раз повторяю, всё это. В квартире живёт собака, три с небольшим годом, и маленький ребёнок на полгода младше собаки. И все, в кого сомнения, заводите собаку с маленькими детьми, почитайте статью доктора Комаровского, «Домашние животные и дети». Очень интересно, есть даже видео, так что там всё разнесется, всё там доступно, всё круто, и никаких сомнений не останется, я думаю, у вас. Ну, ещё самое, так что, хотелось бы добавить, что за собакой нужно всегда следить 100%, то есть, постоянно осмотр, это должно, без какой быть лени, это осмотр ушей, осмотр подушечек, осмотр брели, это всё пасть, чтобы туда клещ никакой не попал. Были случаи даже, что, у людей собаки залазили между десной и зубами и впивались. И всё это дело нужно, даже если клещ присосался, не вот такими вот щипчиками нужно брать его за башку, вворачивать, чтобы это, его снять. И если он тем более напился, ни в коем случае его нельзя давить, сжимать, потому что в первые сутки, когда клещ напивается, он только забирает в себя кровь собаки. А когда уже напьётся чрезмерно, он уже начинает качать, как поршни, и в этом случае происходит заражение собаки. Когда в обратную слюна или там, что, кровь из клеща уже попадает в собаку, и только тогда уже стопроцентное заражение приходит. Если он только хоботок свой впил в кожу, то не факт, то есть аккуратным снятием есть специальные съёмники, такая в виде ручки с петельчкой, зажимаешь, аккуратненько удаляешь. Я удаляю куском нитки, делаю петельку, завожу под голову, аккуратненько ему в районе, под самую репицу, зажимаю и выкручиваю. Ни в коем случае не давить, тем более напившегося, нужно это помнить, проверять и осматривать собаку. Ни один препарат не даёт стопроцентной защиты. Также вот прошейник Фореста даже вот немного погуглил, как они там заявляют, можно купаться, можно всё, что угодно делать, не пахнет, не воняет, никак безопасен. Даже для человека все репелленты от клещей, их ни в коем случае нельзя наносить на кожу, они очень токсичны. И для собак все такие вот прям препараты придумали, что это не пахнет, не воняет, полезный и прочее, прочее, ну не полезный, а безвредный. Я немного сомневаюсь вообще в работоспособности этих ошейников. Люди, конечно, говорят, что частично помогает, но эти деньги я лучше пострачу тот же спрей. И это будет тот же самый эффект, более качественный, как я для себя выявил. А допустим, ещё и ошейник, ещё и спрей, то это просто перерасход средств. Это не для меня. Если вы готовы, если вы чрезмерно опасаетесь за своё животное, то, конечно, да, вы, особенно, когда щенок, это обязательно нужно делать. А ещё, что самое, мне нравится в спрее, я эту собаку опрыскал, мы с ней поработали, вернулся, я смыл его весь, и мой ребёнок, маленький, подбегает к собаке ей крутить уши, хвост, он по ней скучал, он хочет с ней поиграть, и он трогает её, и её не пахнет никаким репеллентом, никаким вот этим веществом вредным, тем более для детей. Вот это вот мне больше всего нравится, в первую очередь за безопасность детей, так скажем. Вот, но если даже собаку кусило таким способом, а если вот чуть не аккуратненько, или мало опрыскали, пожадничали, там, как-то смылось, или клещ боли такой, они уже всё равно у них иммунитет тоже вырабатывается. Я всегда с собой имею перостоп, это вот вакцина, в которую кольт в первое время при укусе клеща, это вещество циркулирует и останавливает эти вот там воспалительные процессы, прочее, прочее. И также, если собаку кусил клещ, то тут уже нужно пристально, вообще за собакой всегда должно быть пристальное наблюдение, какая у неё активность, как она себя чувствует, какой у неё аппетит, как она вообще ведёт себя. Даже если она начинает, и первое, что нужно делать после укуса, в клеща это наблюдать за цветом мочи, как собака пьёт. То есть, если цвет мочи стал более, очень тёмный, то это первый, то это первый, практически, стопроцентный признак перплазмоза у собаки. Я первое время, когда были у меня такие промахи с укусами в собаке, она ходила на пелёнку, смотрела, цвет мочи её. Даже вот ветеринар сказал, делай так, даже вот собака в туалет сходила, фотку ветеринару отправляла, он говорит, да не может, перплазмоза нет, но на всякий случай всё равно делай, перостоп, мало ли вдруг, потому что, когда всё это дело протекает, точно ничего не понятно, какие последствия ещё могут быть. Ну вот, наверное, всё на этом. Помните, ещё раз, ни одно средство не даёт стопроцентной защиты, ни одно. Так что, берегите себя, берегите своих животных. Ещё у меня такая новая идейка появилась, как собаку защитить ещё от клещей. Ну, не знаю, я этот вариант проверю в этом году, если всё успею подготовить, сделать. И посмотрим, может быть, хотя, в принципе, это кому понравился лайк, дизлайк, не понравилось лайк, почему понравилось, дизлайк, почему не понравилось. Ну и вообще, этот способ проверю, пишите там, интересно вам это, не интересно, но для себя, то есть спасение наших животных, это только дело рук наших, и от нас всё это зависит. Так что всё, всем пока, до новых встреч.